Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций По словам Леонида Толчинского, в первую очередь нужно составить грамотную и перспективную дорожную карту Сейчас формируется дорожная карта высшей школы, как самодостаточный документ, в котором будет изложена последовательность действий до 2020 года Поэтому что там нужно учесть обязательно? Там нужно учесть необходимость определенных изменений в учебный процесс Чтобы он стал в той части, в которой это допустимо, в той части, в которой это возможно, более современным и по названию самих учебных дисциплин На встрече преподаватели и работники медиасферы института высказывали свое мнение, задавали директору вопросы Подобные встречи еще неоднократно будут организовываться, ведь новый директор серьезно настроен на то, чтобы высшая школа журналистики не стояла на месте Чтобы развивал не только отдельное подразделение, но и весь КФУ в целом А добиться больших результатов можно только сплачиваясь в одну команду Аделия Валеева, Роман Самарин, Универньюс